Это сегодня Наталья Пархоменко говорит, звезды так сошлись. А три года назад, когда она только начинала работать в доме-интернате, думала, что надолго здесь не задержится. Но у судьбы оказались другие планы, и социальная сфера затянула. И потом, день за днем, потихонечку наши стены стали яркими, светлыми, замечательными. Бабушки с улыбками, дедушки с улыбками. Я с утра прихожу в свою семью, еще одну, даже не знаю, какая из них роднее. Наталья говорит, если собрать все истории, с которыми ей пришлось столкнуться, получится книга. И не одна, а целая серия из 12 томов. За три года работы впечатлений, как за несколько десятков лет. И чай, и зарядка, и поговорить, и выйти погулять, и что-то смастерить. Все это у нас есть, и люди это ценят. Я этому очень рада. Ее работа – это путешествие, активность и спорт. К делу своей мечты у Елены Фисенко тоже безграничная любовь. Основное мое направление – это экскурсии по городам Подмосковья. То есть это работа, которая дарит радость людям. И они приезжают оттуда всегда в такие воодушевленные. Многие находят в пути друзей, начинают больше общаться. Поэтому вот действительно у меня нет каких-то отрицательных моментов в моей работе. Начинала с бухгалтерии, а сейчас заведующая отделом соцподдержки. Стаж уже почти 10 лет. Ольга Ерохина помогает не только многодетным, но и малообеспеченным, а также семьям с детьми-инвалидами. Те категории граждан, с которыми мы работаем, очень сложны. И хотелось бы также пожелать сил, терпения и чтобы они ощущали поддержку не только со стороны органов власти, но также со стороны своих семей. День сусработника в нашей стране имеет богатую историю. Зарождался еще в 14 веке, а в современной России был утвержден в 2000 году. Для всех тех, кто посвятил себя благородному и малосердному призванию. Мы можем заботиться о близких, родных. Насколько надо иметь широкую душу и сердце, чтобы с таким же участием заботиться о людях, которые сначала посторонние, потом когда ты с ними общаешься, помогаешь, им это уже становится непосторонние близкие люди. К ним обращаются в самое трудное время в виде не только надежных помощников, но и по-настоящему близких людей. Олеся Лукина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».